Здравствуйте, здравствуйте! Приветствую вас на канале Zibi Market. Это канал про прекрасные растения, которые создают нам хорошее настроение и обладают невероятно позитивной энергетикой. Любители цветов, присоединяйтесь! Филдендрон пинг принцесс – одно из самых красивых комнатных растений и в то же время одно из самых редких. Уникальность этого растения в его красивых листьях с сочетанием розового и темно-зеленого цвета. Эти розовые части на самом деле являются аномалией листьев. В этих частях листа отсутствует хлорофилл, поэтому они розовые. Поскольку у растения меньше зелени, оно будет расти медленней. Какой оптимальный уход необходим, я расскажу вам далее. Оставайтесь с нами, а если еще не подписались на наш канал, самое время подписаться. Поливайте филдендрон пинг принцесс, как только верхние 2 см почвы станут сухими. Никогда не позволяйте почве полностью высыхать. Ну и следите за тем, чтобы она всегда была слегка влажной. При поливе убедитесь, что лишняя вода может хорошо стекать. Если корни слишком долго находятся в воде, они могут загнить. Следите за кислотностью воды для полива. Особенно это важно, если грунт нейтральный. Вода должна быть слабокислой. Нуждается ли филдендрон пинг принцесс в подкормке? Конечно, да. В течение всего вегетационного периода, а это весна и лето, его нужно подкармливать. У растения в горшке быстро заканчивается питание. И для оптимального роста вашего растения и сохранения красивой окраски, необходима дополнительная подкормка. Прежде чем использовать удобрения, прочитайте инструкцию на упаковке и дозируйте правильно. Никогда не перекармливайте растения больше, чем рекомендуется. Это может нанести большой вред вашему красавцу. Если вы выращиваете филдендрон в керамзите, глиняных гранулах или используете в качестве субстрата мох и кору, подкармливать растения нужно круглогодично. Для этого используйте водорастворимые удобрения при каждом поливе или гранулированные по типу осмокота. Гранулы засыпаются в субстрат на 3, 6 или 8 месяцев и срок зависит от вида гранул. Инструкция всегда на упаковке. Сейчас я вам расскажу, как размножить филдендрон. Если у вас дома есть такое редкое красивое растение, то, конечно, супер круто, если вы сможете его размножить черенками. К счастью, размножить филдендрон, пин принцесс, несложно. Вы делаете это следующим образом. Обрезаете только весной или летом. Это период, когда у растения больше всего энергии. Черенки отнимают у растения довольно много энергии. Срежьте хороший стебель чуть ниже узла. Здесь развиваются новые отростки и корни. Поместите филдендрон. Возьмите 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 филдендрон. Поместите срезанный стебель в стакан с водой и следите за тем, чтобы листья не попадали в воду. В противном случае они будут гнить. Меняйте воду каждую неделю. Подождите несколько недель, новые корни вырастут сами. Пересадите черенок в почву, когда корни достигнут нескольких сантиметров в длину. Обильно поливайте посаженный черенок в течение первых нескольких дней. Это позволит корням привыкнуть к переходу воды в почву. После этого можно перейти к обычному уходу. Получайте удовольствие от процесса черенкования. Есть еще один вариант. Не срезая сразу черенок, вырастить корни на стволе, а затем отрезать черенок с готовыми корнями и высадить в землю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что по поводу размножения семенами? Купить семена Филдендрон Принцесс можно, но это не очень хорошая идея. Семена почти никогда не вырастут в Филдендрон Пинк Принцесс с розовыми листьями, а скорее с зелеными, в обычный Филдендрон. Это связано с тем, что розовые части нестабильны и фактически являются отклонением растения от нормы. Когда вы покупаете семена с растения, вероятность того, что эти семена также имеют отклонение этого регатность, минимальная. Сейчас я вам расскажу про почву. Филдендрон Пинк Принцесс может хорошо расти в обычной горшечной почве. Однако, растения не любят мокрые корни. Поэтому убедитесь, что вы всегда добавляете разрыхлитель в почву. Это может быть перлит, мелкий керамзит, пеностекло и пемза. Они гарантируют, что почва останется воздушной и станет менее плотной. Это очень хорошо для корней растения. Помимо влаги, корням также нужен и воздух, чтобы предотвратить гниение. Почва может быть торфяная или кокосовая. Кокосовая предпочтительнее. Если ваш филдендрон Пинк Принцесс хорошо растет, вы должны пересаживать его каждые 2 года. Особенно хорошо это видно, если вынуть растения из горшка с грунтом. Если вы видите много корней, растущих по кругу, пришло время пересадить растения. Выберите горшок примерно на 20% больше предыдущего. Какая же температура нужна и влажность для филдендрона? Как и все растения, филдендрон Розовая Принцесса любит более высокую влажность. Например, влажность 50% идеальна для вашего растения. Чтобы поддерживать влажность на хорошем уровне, разумно каждые 2-3 дня опрыскивать Пинк Принцесс мелким водяным туманом из опрыскивателя. Используйте обычный садовый опрыскиватель. В зимние месяцы, когда усключено отопление, влажность в комнате может сильно падать. Филдендрон Пинк Принцесс лучше всего растет при температуре 16-24 градуса Цельсия. Сколько света нужно для филдендрона Пинк Принцесс? Выберите место с большим количеством непрямого солнечного света. Отлично подойдет восточное или западное окно. Избегайте прямых солнечных лучей в середине дня, когда солнце наиболее активно. Прямые солнечные лучи, особенно летом, могут повредить листья. Ну, конечно, особенно розовые части. Первоначально это растение из джунглей, из Колумбии. Поэтому оно не любит прямого солнечного света. Поскольку оно растет очень медленно, разумно разместить его как можно ближе к окну, но его притянить. Чтобы сохранить хороший баланс между зелеными и розовыми листьями, важно время от времени обрезать филдендрон. Многие люди предпочитают только розовые листья. Но это совсем не полезно для вашего филдендрона Пинк Принцесс, потому что листья с розовыми пятнами, точнее розовые пятна, не содержат хлорофилла. И поэтому могут поглощать гораздо меньше энергии. Также нехорошо, если у вас будут только зеленые листья. Если это произойдет, и вы не обрежете ваше растение, превратится в зеленую принцессу. И кто будет этому рад? Поэтому, если у вас слишком много зеленых или розовых листьев, важно обрезать его. Обрежьте ее чуть выше листового узла. С этого момента начнут расти новые листья. А теперь часто задаваемые вопросы. Насколько большим может вырасти мой филдендрон Пинк Принцесс? Розовая принцесса может расти и расти. Обычно в комнатных условиях она растет сантиметров до 60. Но при хорошем освещении может вырасти и до метра полтора. Важно учитывать, что при длительном росте она может потерять варегатность. Поэтому вам придется ее обрезать. Следующий вопрос. Почему мое растение медленно растет? Поскольку это растение варегатное, это значит, что в нем меньше хлорофила в розовых частях. Из-за его отсутствия растение может поглощать меньше энергии и расти медленнее. Также это особенности именно этого сорта. Следующий вопрос. Является ли филдендрон Розовой принцессой ядовитой? Да, все растения филдендрон ядовиты при приеме внутрь, то есть при поедании. Поедание может вызвать рвоту и раздражение пищевода, потому что они содержат оксалаты кальция. С осторожностью рекомендуется заводить эти растения там, где есть маленькие дети и животные, которые могут съесть. Нас спрашивают, почему у растения только зеленые или розовые листья. Если у вашего филдендрон Pink Princess только зеленые и только розовые листья, это нехорошо, значит нарушен баланс. Как правило, это баланс освещения. Еще один вопрос, почему растения Pink Princess такие дорогие. Это связано с двумя причинами. Первое, спрос превышает предложение. Растения популярны, они красивые, и все хотят купить такой. Второе, это медленный рост. Для того, чтобы растение выглядело хорошо, могут пройти многие месяцы. И поэтому цена, конечно, выше. И последний вопрос, в чем разница между розовым конгой и розовой принцессой? Pink Konga это совершенно другое растение, чем Pink Princess. Не надо их путать, это ни одно и то же, не обработанное какими-то химическими веществами, ни большое яркое освещение никак не могут сделать филдендрон Pink Princess такой же бледно-розовой, как филдендрон Pink Konga, ну и наоборот. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!